Жизнь подорожает не с января, а с июля. Впрочем, для жителей региона летнее повышение платы за коммуналку – дело уже привычное. О том, как изменятся тарифы в 2017-м, журналистам рассказали представители профильного ведомства регионального правительства. В следующем году совокупная плата граждан за все ресурсы вырастет на 3,8%. То есть настолько увеличится строка итогу. При этом, например, газ подорожает на 4%, тепло в среднем на 3%, в Иванове на 0,8%. По электроснабжению рост одноставочных тарифов составит 4,9%. Это ниже прогноза социального и экономического развития, где установлены показатели на уровне 5%. Таким образом, мы указанный уровень не превышаем. Более чем на 21% вырастет тариф на холодное водоснабжение. На 11% подорожает водоотведение. Такой серьезный прирост объясняют сдерживанием тарифа в прошлые годы. Доля платы граждан за водоснабжение в квитанции составляет порядка 15% по водоснабжению. За отопление, горячую воду – это больше 60%. Совокупный платеж граждан, как я уже озвучил, вырастет не более чем на 3,8%. Плата за проезд в транспорте с января не изменится. По мнению правительства региона, оснований для увеличения предельного тарифа нет. Этому есть целый ряд факторов. Как мы помним, последнее повышение было 1 октября. И мы не видим сегодня оснований целесообразности увеличения. Кроме того, мы внимательно проконсультировались с перевозчиками, получили от них предложение и обоснование увеличения этой стоимости. И мы таких обоснований не увидели. Правда, к вопросу увеличения платы за проезд в следующем году непременно вернутся. И перевозчики, и профильный департамент. Ориентировочно пересмотр может произойти в марте-апреле. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.